Во время проповеди. Первое. Голос. Голос. Спержин говорил, наилучший голос не принесет пользы, если нечего сказать проповеднику. Это тоже надо учитывать. Голос должен соответствовать слову. Я уже говорил, разумно высказывать свои мысли естественно. Выражаться или радостно, или торжественно, но естественно выражать свои мысли. О людях, которые неправильно употребляют свой голос. Спержин писал, вот интересная книга Спержина проповеди. Он писал, если человек, говорящий столь неестественно, не получит себе бронхита или другой какой болезни, то я скажу тогда, что это вероятно вследствие какого-либо особого, непонятного для нас милосердия Божьего. Он говорил, что надо говорить естественно. Если мы говорим о смерти, мы выражаемся печально. Если о воскресенье, но если мы говорим о воскресенье, как не выразить радость своим голосом? Торжество, победу. Для этого надо работать над голосом. Кстати, вот музыканты много внимания обращают на голос, а проповедники совсем об этом не думают. А музыканты работают, берегут, упражняют голос. А проповедникам, ну, будто это не имеет значения. А проповедникам надо тоже не меньше заботиться, говорить, дыханием своим следить, за зубами. Сейчас мне трудно говорить, как раз перед ездом сюда у меня проблема с пломбой случилась в последнем зубе. Я уже чувствую, мне немного трудно произносить некоторые выражения. Сложновато. Проповедник должен думать об этом, насколько ему легко выражать это. Он должен заботиться об этом, заботиться о своих легких. Вот даже обычные прогулки, движение, дыхание, для того, чтобы хватало воздуха у проповедника, чтобы он мог набрать и говорить так с поставленным голосом, чтобы хорошим был голос. Конечно, самое лучшее это постоянно проповедовать. Это самый лучший способ развить свой голос. Спержин учил, что проповедовать два раза в неделю, господа, очень опасно. А пять-шесть раз, напротив, очень здорово. Не лишний даже 12-14. Ну, может быть, Спержин при его возможностях. Хотя он тоже так часто не проповедовал. Ну, где-то и в других церквах, да. Вот постоянно говорил. И это развивало голос. И раньше проповедники работали над своим голосом, потому что не было этих микрофонов. Они вынуждены были это делать. Тот же Уайтфильд. Вот его голос описывали как орган, флейту и арфу в одном. Такой был красивый голос. Во время жизни утверждали, что его голос могли слышать на расстоянии более полутора километров. Некоторые говорили, 25 тысяч однажды я его слушала. Некоторые 30 тысяч или 40, но действительно были голоса. Муди говорил так. Спасибо Богу, когда Всебогущий создавал меня, он расположил голову так близко к телу, что шеи у меня очень мало. Зато глотка луженая. Вот. И он радовался тому, что у него была такая глотка. Это было очень важно тогда для проповедников. Вы сегодня в церкви, в доме молитвы, в любом, отключите микрофон. Так и более-менее большой, средний размер дом молитвы. Все. Потерялось. Не слышно проповедника. Не хватает нам вот этой силы голоса. Но даже при микрофоне нужна сила голоса. Нужна поставленность, ясность. Развитый голос может помочь человеку избежать монотонности и однообразия. Спержин говорил, нельзя придумать более скорого способа свистить с ума человека, как посадив ему в ухо беспрерывно жужжащую муху или пчелу. То есть, когда человек очень быстро говорит, ну это ненормально. Надо делать спокойно. Особенно, вот мы говорили делать паузу. Очень важная мысль. Делать в нужном месте паузу. Говорят, что слово серебро, молчание, золото. Иногда вот пауза это золото. Когда в проповеди мы делаем паузу. И нам надо время от времени в проповедях делать паузы. Например, когда? Ну когда мы, скажем, переходим от одной части к другой. Мы закончили, сделали паузу, перетохнули, пошли дальше. Вступление, переход к основной части. Перед переходом к заключению пауза. И особенно пауза, когда мы какую-то ясную или сильную мысль выразили. Вот когда вы высказали какую-то такую серьезную мысль, сделали паузу. Она еще звучит как бы эхом в сердцах слушателей. Я заметил настолько сильный прием. Сильнее, чем громкий голос. Пауза. Мы сказали, когда мысль так людей вдохновила развитие мысли. И вдруг остановились. И люди в сердце опять переживают, повторяют. Звучит это очень сильное место. Поэтому надо использовать паузы. Конечно, колебание голоса, о чем мы говорили. Здесь надо умеренность. Например, резко повышать голос. Проханов говорил об одном человеке, который начинал проповедовать тихо. А потом вдруг так возвышал голос, что Библии падали у людей. Пугал людей. Это тоже ненормально. Должна быть в этом плане какая-то гармония. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушивается лучше, нежели криква властелина между глупыми. Спокойно мудрый говорит. Скорость речи. Это тоже Спержин об этом очень красиво пишет. Он говорит, что есть такая пытка. Одно слово сегодня, другое завтра. Когда проповедники медленно говорят. Это тяжелая пытка, которую не всякий выдержит. С другой стороны, когда проповедник Спержин пишет, мчится словно испуганная лошадь, тоже ненормально. Тоже в спешке это не позволяет воспринять то, что говорит проповедник. Ну, умеренность. Одним словом, братья, тут много не надо говорить. Просто умеренность. Не слишком быстро, не слишком медленно, ясно, спокойно, торжественно провозглашать Слово Божие. Ну и то, что я уже говорил, чтение Библии, при этом не забывать о чтении Библии. Вот брат говорил, читайте Библию 8-10 раз. Очень важно в проповеди ясно и четко читать Библию. Очень печально, когда проповедник читает текст и спотыкается на простых словах. И как-то думаешь, а он вообще сам знает, о чем будет проповедник? Он даже текст не прочитал. А если какое-то сложное еще слово? Ясно, четко, произнесение, чтение Библии, особенно какие-то сложные тексты, чтобы было видно, что проповедник знает текст хотя бы, что он его прочитал как следует, что он его не первый раз читает, как это иногда может показаться. Поэтому здесь естественность. Естественность иногда больше, громче, иногда тише. Не очень быстро, не очень медленно, спокойно, ясно, торжественно произносить Слово Божие. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Мы продолжаем раздел «Во время проповеди», «Проповедование» и переходим к главе «Эмоции». Как выражать эмоции во время проповеди? В проповеди должна быть вовлечена вся личность проповедника. Не только голос, но чувство, тело, имеет большое значение то, как мы передаем истину. Я уже говорил, да? Передаем ли мы благую весть радостным голосом или печальным? Как мы проповедуем о Христе? Мартин Ллойд Джонс рассказывает о проповеднике, который разбирал книгу пророка Еремии. И он начал с текста, где говорится, что огонь влек меня Божий. И где Еремия говорит о горящем огне. И он говорит, что все было бы хорошо, но проповедь была холодной. Он говорил об огне так, как будто бы сидел на вершине айсберга. Если мы говорим о огне, если мы говорим о радости спасения, что-то должно быть на нашем лице. Голос должен поменяться, если мы говорим о радости. Поэтому проповеди должны иметь какую-то эмоциональность. Спержин учил об этом и говорил, что должна быть эмоциональность. Неважно, что люди скажут о вас, что вы слишком эмоциональны или фанатичны. Стреляйте в них раскаленными ядрами, потому что ничто другое, ни половину не годится для выполнения поставленной цели. Мы ходим на воскресное собрание для того, чтобы бросать в людей не снежные, а огненные шары. Мы должны закидать их гранатами неприятельские ряды, говорил Спержин. Огненными огонь должен быть. Правильно сказано, что скучных тем не бывает. Бывают скучные ораторы. А интересный оратор может говорить интересно на любую самую скучную тему. А тем более проповедовать Евангелие. Библия это не бухгалтерский отчет. И то некоторым интересно его читать. Но это интересная повесть о Божьей любви к человеку. Это письмо, любовное письмо можно сказать. И его нужно проповедовать действительно эмоционально, потому что в ней есть любовь Божия. Но эмоции должны соответствовать содержанию, подкреплять содержанию проповеди. Вот здесь у нас есть крайности. Вот как брат говорил, он смотрит некоторые харизматические проповедники, там крики, крики, радости, эмоции. Но что о содержании можно говорить? Что главное для нас? С другой стороны, иногда мы как серьезные, такие строгие баптисты, мы боимся эмоций. Иногда начинаем говорить скучно, серьезно, сухо, и людям не хватает эмоций. Но слушателям трудно угодить. Они жалуются или на то, что проповедник говорит слишком эмоционально, или на то, что он говорит слишком сухо. Но это не наши проблемы. Мы тоже должны учитывать. Спеджин говорил, что если бы эмоциональные эмоции должны соответствовать содержанию, подкреплять содержание проповеди. Поэтому если не научить людей чему-нибудь, то можно кричать. Веруй, веруй, веруй. Но во что они будут верить? Всякий призыв требует пояснения. Или еще. Избегай. Но чего избегать? Прибегай. Но к чему прибегать? Если вы проповедуете Христа и говорите покайся, в чем каяться? Надо ответить на вопросы. Что такое грех? В чем заключается зло? Какие последствия греха? Обратитесь. Что значит обратиться? Я уже говорил, что некоторые проповедники любят рассказывать в своих проповедях и представлять такие эмоциональные истории о похоронах, умирающих детях, о падающих самолетах. И часто глаза людей увлажняются, наполняются слезами. Но приведет ли это к истине, к познанию истины? Что это дает? Какой результат истины? Спеджин интересный пример приводит об одной девушке, которая читала какую-то книгу. И он говорит, я иду по пароходу, смотрю, а ее сердце обливается. Она плачет, плачет. Думаю, что же такое она читает? Говорит, посмотрел, какая-то сентиментальная история выдумана из-за один из дешевых романов. Она читает и плачет. Говорит, а мы говорим о реальных событиях, мы говорим о грехах людей, мы говорим о страданиях Христа. Вот и пусть тогда слезы текут ручками, пусть в проповеди будет огонь. Огонь и свет. Вот Спеджин всегда соединял вот эти две идеи. В проповеди должен быть огонь и в проповеди должен быть свет. То есть эмоциональность. Но опять мы к тому же приходим, умеренность во всем. Без эмоциональности нельзя. Люди не любят слушать лекции. Им нужны проповеди. Ну и проповедь это не лекция, по сути. В нее вовлечен человек с его чувствами. С другой стороны, если мы просто кричим, но не подкрепляем свои слова какими-то мыслями, объяснениями, какой смысл в наших эмоциях? Опять же, умеренность. Умеренность и такой подход. Умеренный. И это же касается и жестов. Если продолжить тему, это же связано и с жестами. Но я не знаю, вы сейчас в ваших церквах, как вы считаете, чем больше проблема? Или с недостатком эмоций, или с их избытком? Вот у вас в церквах. Я вам скажу, что и то, и другое. И, короче, я имею в виду, я рассуждаю о категории проповедников. Есть, которые сухие, проповедники, без эмоций. А есть, наоборот, сверхэмоциональные, но без содержания, без сути. Да. Ну, надо быть таким проповедником, чтобы и эмоции проявлять. Ну, эмоции как проявлять? Эмоции – это не то, что мы можем принести на карте другу и запрограммировать. Это то, что в нашем сердце. Если мы это пережили. Эмоции – это не значит крики. Это может быть душевный голос. Леонид Иванович, я хочу просто сказать. Это зависит от тех факторов, которые следуют перед этим. Если человек не подготовлен, мало подготовлен, слабо подготовлен, он использует те факторы, которых у него больше. Допустим, эмоциональность. Понимаете? Если человек подготовлен, он использует свое документальное знание. Эмоции уходят на второй план. Вот тут зависит от этих. Поэтому проповедник должен себя готовить не только интеллектуально, но и духовно. Когда он молится, когда он духовно готовит, тогда есть огонь в проповеди. Ну, эмоции – это не значит, там, крики какие-то. Но когда от души речь идет, когда не просто мы лекцию читаем. И это касается жестов. Это касается и жестов. То, что мы говорили в отношении эмоций. Некоторые говорят, психологи, что словами мы передаем только небольшой процент информации. Очень много мы передаем своим голосом, тембром голоса. И еще больше зависит от выражения лица. Как человек себя ведет, как он передает. Когда он стоит на кафедре, как там движутся его пальцы. Куда смотрят его глаза. Что он делает. И проповедники часто своим внешним видом произносят другую проповедь. У нас есть один брат, такой добрый брат. Он всегда, когда проповедует, улыбается. Он у нас учится на заочном отделении богословского факультета. И братья ему делали замечания. Его же студенты, когда он был в практике гомеритической. Он там говорил о грехе, обвинял в том, что братья пользуются какими-то поддельными программами. Где-то копируют, неправильно не платят. Нелицензионными программами пользуются в компьютерах. И он их очень сильно обличал в этом. Он сам говорит, что пользуется Linux, другой программой, которая не требует лицензии. И вот вы, братья. Но он обличал с такой улыбкой на лице. И у него улыбка не сходит с лица во все время проповеди. И когда он говорит о грехе, он всегда говорит с улыбкой. Шутит. Как-то братья даже не могут воспринять серьезно. Ну а ты действительно говоришь серьезно? Или это так, вот шутка? Ну у него такое выражение, он только заходит на кафедру, он сразу улыбка, сделал такую улыбку и говорит братьям. Он даже может понять как сарказм, что это улыбка. Нет, ну видно он серьезно говорит. По человеку видно в принципе серьезно. Но внешность все-таки должна как-то соответствовать. Например, с улыбкой говорить о грехе, ну иногда можно посмеяться, есть какие-то шутки делать. Но передать истину, ну видно, что на людей это не произвело впечатление. Ну о чем ты говоришь? Если ты говоришь жесты, эмоции, внешний вид должен соответствовать тому, что ты говоришь. Дело в том, что даже если брать тот факт, что Бог нас создал такими, нам не надо тогда ущемлять себя в чем-то. В этом-то и заключается наша личность, наша сущность в том, что мы гармонично и пропорционально все высказываем. Да, может быть мы не настолько эмоциональны, как скажем где-то люди на Кавказе. Вот когда рассказывают, что вот подходишь к человеку, он несет большой арбуз, его спрашивают, ну ты знаешь как пройти туда-то, туда-то? Он говорит, на, подержи арбуз. Нет, не знаю, я брать нам взял. Он просто не может сказать без того, чтобы руки не развести. Некоторым из нас свежие руки. Сложно говорить людям некоторым. Или в кафедру. Надо хоть что-то где-то показывать. Есть разные проповедники. Есть проповедники, которых нет никаких жестов. Вот они выходят на кафедру, держатся еще за кафедру бывает, возьмутся. Все, и от начала до конца. Никакого выражения на лице. Другие движутся. И это не то, что появилось в наше время. Интересно, церковный историк Евсевий еще в 4 веке, вот после рождения Христа, описывал одного проповедника, который, как он говорил в собрании, превратил в диковинные представления. И он говорит, он хлопает рукой по бедру, он топает ногами по кафедре. Тех, кто не восхваляет его, не машет, как в театрах платками, не восклицает, не вскакивает и не слушает беспорядочно, как окружающие его приспешники, мужчины и женщины. А слушает, как и положено в храме Божьем, благолепно и благообразно, он начинает оскорблять. То есть, чтобы все шумели, чтобы все хлопали, ну, такое собрание. Как проповедовал Христос? Что вы можете сказать о Христе? Ненавязчиво. О его жестах, о его поведении во время проповеди. Естественно, может быть. Он возводил очек неба иногда, написано. Он поднимал руки. Он употреблял какую-то живую иллюстрацию. Он мог взять ребенка, показать. Он говорил, посмотрите на птиц небесные, взгляните на лилии. В то же время, ну, мы не читаем, чтобы там Христос бегал во время проповеди, прыгал, как-то гримасничал и так далее. Это было естественной. Естественной такой передачей, да. Естественной передачей. Можно привести в качестве примера евангелиста Билли Грэма. В начале его служения один проповедник, кто-то, один наблюдатель насчитал 21 жест за минуту проповеди. 21 жест за минуту проповеди. То есть, такие жесты складывание рук, сгибание, сжатие кулака, открытая ладонь, постукивание по кафедре, наклонение к кафедре, указывание перстом в ад. Обращение к слушателям, указание на небо и так далее. Когда Билли Грэм был помоложе, он больше использовал эмоции, он был более эмоциональным. Сейчас уже, ну, позже он стал использовать меньше жестов. Он делает небольшие жесты, иногда поднимаете руку, чтобы показать на небо, иногда ладонь протянуть к людям, как бы предложение спасения. Ну, обычно это гармонирует с залом, с тем, что происходит. Чак Колсон, мне тоже нравится, он использует жест Чак Колсон. Тоже так гармонично. Да, да, да. И тоже и стучит, и бьет, и в грудь. Ну, есть люди, которые используют немало жестов, но оно гармонично. Я видел тоже Брюс Уилкинсон, скажем так, как он. И у него есть больше, он движется, что-то делает, но оно соответствует проповеди. Когда это соответствует красиво тексту, когда тексты соответствующие, это нормально. И жесты должны быть, но должны быть умеренными и благородными. Я думаю, лучше всего. Умеренность, благородство. Ну, в нашем контексте можно делать какие-то, иногда можно даже ударить. Надо знать, когда нужно ударить по кафедре кулаком. К месту ли это в данном случае. Может быть, показать на небо? Почему бы этого не сделать? Вниз? Ну, разные могут быть жесты. Лучше всего... Золотое правило такое вот жестикуляции. Лучше жестикулировать мало, но правильно, чем много, но неправильно. Лучше пусть немного будет жестов, но они будут к месту, благородные. Поднять руку. Например, рекомендуют обычно наши гомилеты, если вы почитаете краткое учение о проповеди про ханом или другие, обычно рекомендуют руки держать прямо по швам и в каких-то важных моментах поднимать руку. Или так поднять, или что-то показать людям. Но не делать очень много жестов. И жесты это не только руки, жесты это и голова, поворот головы, взглянуть в одну сторону, поднять глаза к ней, что-то сделать. Но такая умеренность жестов. Над чем нам надо работать, братья, и мне, и, я думаю, вам, избавляться от отвлекающих жестов. У нас есть некоторые жесты, которые мы непроизвольно делаем какие-то. Скажем, у кого очки, там, одевать, снимать очки иногда, человек прочитает, снял, опять делать. Или, там, доставать платок и опять вкладывать. Хотя, особенно неприятно, если платок грязный, и достается смятая тряпка какая-то, проповедник вытирается, опять кладет. Но это надо избегать. Вот таких жестов. Еще есть такое понимание, как язык жестов. Да, да, да. То есть, это определенные движения, определенные действия, да? Да, да. Руками они несут какую-то информацию, уже несут информацию. Поэтому надо это помнить и знать для проповедника. Да. Ненужных жестов, там, поправить галстук, или складывать руки, или проверять время, вот, потерять, да, кто как, там, или время, там, часы изнять. Некоторые проповедники, там, часы на кафедру, как об одном проповеднике говорят, выходит, часы на кафедру кладет, сын спрашивает отца, папа, что это значит? А папа говорит, да, это ровным счетом ничего не значит. Он все равно будет затягивать. Ну, вот так, типа, часы положил, ага, буду смотреть. На самом деле не смотрит. Вот. То есть, такие жесты, вот, да, посматривание на часы, это совсем неуместны. Такого рода. Хорошо, если есть часы где-то вот так далее, они видны. Поэтому избавляться от разного рода ненужных или отвлекающих жестов, которые, вот, ни нам, ни слушателям не привозят никакого... Своевременные, да, своевременные, нужные по месту жесты. Ну, это я писал об этом, да, избавляться от отвлекающих жестов, которые... Знаете, как хорошо проверить себя? Записать на видео, вот, у вас здесь есть в видеокамере, записать свою проповедь и затем прокрутить на ускоренном режиме. Настолько хорошо видны жесты отвлекающие, вот, чем мы занимаемся. Если ускоренным режимом потом прокрутил вашу проповедь, вы заметите, скажем, смотришь проповедник одного, вот... Или качается. Да, или это так, да, или так, кафедра, кафедра, за кафедрой взялся, впустил. Вот, сразу на ускоренном режиме, сразу видны наши проблемы. Так мы прикладываем, так мы делаем, или Библию поднимаем, опускаем и так далее. Очень полезно, кстати, посмотреть, очень полезно. Вообще на себя, на себя, со стороны, на себя всегда хорошо посмотреть. Не всегда это так радует сильно, но... У меня желание было, я еще, ну, ребенком был, лет 16 было, у меня было желание, тогда не было видео как такового, а вот, чтобы записать на кассету голос, я хотел послушать, как я говорю, правильная речь, вот это у меня желание, я не знаю, откуда это было, но такое у меня желание. Ну, сейчас это можно воплотить, полезно очень, очень хорошо, очень полезно проповедникам себя записать когда-то. Сделайте это, братья. Зрительный контакт. Известный оратор античности Цицерон считал, что в произнесении речи самым эффективным средством после голоса является зрительный контакт. И этот контакт устанавливается с момента выхода на кафедру, как только человек выходит на кафедру. Если вы выходите на кафедру, во-первых, выходите спокойно. Проповедник выходит с достоинством, не спешит, не семенит, не подпрыгивает, не бежит на кафедру. Он идет спокойно, размеренно, соответствуя вести, которые он будет проповедовать в Библии. Степина заходит на кафедру, когда он встал, и рекомендуется вначале обвести взглядом людей вокруг. Вот так посмотреть, где люди, на балконе, там посмотреть. И таким образом как бы устанавливается контакт. Небольшая пауза, небольшая пауза, как бы объединить людей, посмотреть на них, посмотреть сверху, снизу, и потом начать читать. И вот уже мы при этом устанавливаем контакт, чтобы привлечь внимание слушателей. И потом смотреть, продолжать смотреть на слушателей. Опять же, язык жестов. Классические правила коммуникации гласят, чем больше человек вам нравится, тем чаще в разговоре вы ему стараетесь смотреть в глаза. То есть, если вам человек нравится, вы смотрите в глаза. Заметьте, если вы говорите с кем-то, кто вам не нравится, вы стараетесь отвести глаза. Вам неприятно говорить с человеком, вы не хотите встречаться с ним взглядом. Вот если вы любите человека, вы ему в глаза смотрите, и они вам смотрят. И молодые люди, влюбленные, ищут друг друга глазами. Если вы любите аудиторию, если вы любите людей, которых вы проповедуете, вы будете смотреть на них. Вы будете смотреть им в глаза, не бояться их взгляда. Не то, что на одного человека, на другого. Там спешно не водим, но так посмотрели туда, туда. И когда мы смотрим, устанавливается этот зрительный контакт, когда мы видим людей. Очень плохо, когда проповедник, скажем, смотрит поверх зала. Просто вверху. Все, контакта нет. Вливается. Или в сторону смотрит. Или вверх, вниз. Конспект. Опять же, минимум 90% проповеди надо смотреть на людей. Вот. В чем здесь одна из опасностей конспекта. Вот мы будем об этом говорить. Если хороший такой план. Смотреть на людей. Смотреть в глаза. Заглядывать в глаза людей. Вот. В душу их заглядывать. Вот это язык жестов. Внешность проповедника. Одежда, осанка, манеры проповедника привлекают внимание еще задолго до того, как он вышел на кафедру. Вот. Я уже говорил, что проповедник может произносить две проповеди. Одну словами, другую своим внешним видом. И хотя проповедь, по сути, не зависит, в конце концов, от внешнего вида. Но все-таки люди сначала видят, потом слышат. В одном магазине эксперимент проводили. Сначала продавец работал в неформальной одежде. Джинсы, майка, кроссовки. А потом его постригли. Одели в красивый костюм. Строгий костюм. И говорят, что объем продаж вырос сразу на 30%. Ну, люди приходят, смотрят. О, это специалист какой-то, этот человек знает, что делает. Весь внешний вид говорит. И выдает в нем какого-то уважаемого человека, эксперта. Вот, а не просто парень какой-то зашел здесь. Ну, я тут хочу что-то продать. Есть другие факторы, но во многом это работает. Вы заметили, в солидных магазинах обычно продавцы носят униформу. Они делают одинаковую форму для всех. Вот это эксперты, эти люди знают, что делают. Они, соответственно, одеты. Что нужно проповеднику? Проповедник должен быть одет согласно обычаю в его церкви. Скорее, ну, среднему человеку в его церкви. В Африке это может быть другая одежда. В Африке, там, в каком-то племени на праздничное собрание проповедник может одеть шорты и галстук на голое тело. Ну, это праздник большой, наверное, поэтому он так одевается. Не знаю. Но в Белоруссии или в России, в центральной полосе здесь, конечно, одежда будет другой. И один, тот же Андрей Яковлевич Прокопчук, я упоминал его, он пишет, что одежда проповедника должна быть средней моды. Здесь проповедник должен учитывать. Он не должен быть одет слишком так старо, но он не должен выглядеть слишком модно, ярко. Если он выйдет в очень ярком галстуке, люди будут думать, а где он взял этот галстук? А сколько он стоит, интересно? Просто отвлекать внимание. Отвлекать внимание. Слишком яркий галстук, скажем, ну, например, желтый на синем, красиво смотрится. Мне нравится это сочетание. Я иногда одеваю, но на кафедру не одеваю. Вот на кафедру я предпочитаю более тона контрастные, такие, ну, скажем, вот как это. Там светлый, темный, вот обычная. Но разные яркие тона, там слишком ярко вызывающие желтые, может быть, слишком ярко кричащие красные, слишком яркие цвета какие-то, они могут отвлечь человека. Вот или какие-то рисунки оригинальные, там на галстук и так далее. Сам костюм человека, как он одет. Потом, опять же, с другой стороны, если он одет неаккуратно, вот если человек выходит, а у него мятые брюки сзади, страшно, а хор сидит там. И хор смотрит на него, и неприятно смотреть. Костюм помятые, брюки помятые, все, там, непочищенные туфли, ну, это отвлекает. И это вызывает неуважение к проповеднику. Или проповедник выходит, там, он не расчесан, волосы грубые, грязные. Вот, опять, как будут воспринимать его слушатели? Понимаете? То есть, внешность сразу же вызывает какую-то реакцию или обращает на себя внимание. Внешность проповедника, как он будет выглядеть и как он представляет свою проповедь. Вот, как, какова внешность проповедника. Вот, наша внешность должна, влияет на нашу проповедь. Вот, посмотреть в зеркало очень хорошо. Хорошо, если в братское зеркало, вот, где-то, когда вы выходите на кафедру, да, чтобы можно было посмотреть, еще раз привести себя в порядок, причесаться. Ну, это немаловажно. Ну, и одетым быть скромно. Не слишком броско, не слишком ярко. Я понимаю, что есть разные моменты. Где-то профит для молодежи, может быть, такое вечернее общение, там может быть неформальным одеться. Но в целом, я думаю, что проповедник должен быть одет чуть более формально, нежели люди, которые его слушают. Скажем, если просто идет человек на собрание, он может там свитер, рубашку, с короткими рукавами, как угодно. Проповедник должен быть, ну, чуть аккуратнее, как бы собраннее, нежели средние люди. Скажем, лучше одеть, допустим, не обязательно костюм. Если жара, проповедник одевает костюм, люди опять переживают, чтобы он не вспотел, что ему жарко, и проповедник сидит, и людям жалко его даже. Вот, можно снять, но рубашка и галстук, это будет красиво смотреться. Не просто там, помятая, хорошая рубашка, красивый галстук, аккуратно, ухоженно, выутяженные брюки. Проповедник должен смотреться, я думаю, чуть аккуратнее, даже чем люди в зале, какими бы они ни были. Поэтому надо обращать на это внимание. Внешность – это вот еще одна проповедь наша. То есть, внешность – это одна проповедь, и слова наши – это вторая проповедь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин